Травушка, такое ласковое название, носят всероссийские соревнования по хоккею на траве, стартовавшие в Ярославле. Лишь в прошлом году стараниями энтузиастов в регионе возрожден этот вид спорта, но результаты уже налицо. В нынешнем турнире принимает участие команда областного центра. Мы сегодня проводим впервые такой турнир в таком уровне в Ярославле. Это связано с тем, что здесь у нас появились энтузиасты, которые хотят развивать хоккей на траве и поддержки здесь. Спорткомитеты областного, это очень важно. Поэтому мы приняли решение провести первый турнир, в котором принимает сегодня 6 команд. Поэтому я думаю, что турнир даст возможность увидеть местным людям, что это за вид спорта и проявить интерес к развитию вида спорта хоккей на траве. Хоккей на траве – непростой вид спорта. Его в пору назвать интеллектуальной игрой. Несмотря на внешнее сходство, с хоккеем на льду и футболом здесь свои особенности. Для того, чтобы играть в хоккей на траве, необходим следующий инвентарь. Это клюшка, мячик. Непосредственно играть в хоккей на траве нужно по определенным правилам. Правила отличаются практически от всех видов спорта. Это игровых. Здесь играть можно только одной стороной. Это плоская сторона. А выпуклой стороной нельзя играть. То есть для того, чтобы вести мяч, допустим, необходимо вести плоской стороной. Соответственно, переводить с одной стороны в другую сторону. Удары идут только плоской стороной. Если мяч попадает на обратную выпуклую сторону, то это свисток. Играть ногами нельзя. Определенные нюансы. То есть разница в хоккее на льду и в хоккее на траве в том, что на льду играть можно корпусом. То есть контактный вид спорта. Здесь идет бесконтактный. То есть играет аккуратно, без ударов по клюшек, без толчков. То есть спокойная игра. Но, несмотря на все это, она динамичная. Продолжение следует...